Как уже известно, доллар США оказывает сегодня давление на всех своих конкурентов. Причиной растущей силы господствующей мировой валюты стало заявление ФБР о том, что оно не будет предъявлять обвинения в отношении личной переписки кандидатов президента США Хиллари Клинтон, когда та еще занимала пост у госсекретаря. Стоит обратить внимание на безопасные активы, которые больше всех принимают удар на себя. Так, к примеру, швейцарский франк стремительно падает против доллара США без перспектив на дальнейший рост. Пара американский доллар швейцарский франк выросла сегодня больше чем на 1% и торгуется на отметке 0.9786. Валютные стратеги прогнозируют дальнейший рост пары в оглашении итогов выборов президента США что состоятся уже завтра. А на швейцарский франк давление оказывает еще и публикация индекса потребительских цен, которая не совпала с прогнозами аналитиков. На протяжении двух месяцев темп роста цен в Швейцарии держится на одном уровне. Согласно официальным данным, инфляция в Швейцарии в октябре выросла на 0,1%, как и в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,2%. В годовом выражении индекс потребительских цен совпал с ожиданиями и сократился на 0,2%. Уже завтра состоятся президентские выборы в США, что станет непосредственным толчком для господствующей мировой валюты. Исход событий непредсказуем, несмотря на то, что многие уверены в победе Хилари Клинтон. В любом случае стоит напомнить о том, что ажиотаж с выборами в Соединенных Штатах Америки сменится темой изменения размера процентной ставки ФРС. Поэтому доллар США в любом случае будет получать поддержку. Пара американский доллар и швейцарский франк, как отмечают аналитики, продолжит свой рост в долгосрочной перспективе. Всего вам доброго, до свидания.